Сейчас о культуре. Уже в этот четверг в Белгородской филармонии открываются Шереметьевские музыкальные ассамблеи. В этом году они пройдут в 11-й раз и будут посвящены 150-летию со дня рождения двух русских гениев Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. Кто из артистов выступит на форуме и какая программа ждет слушателей, узнаем прямо сейчас. Сегодня с нами в студии солист Мариинского театра, лауреат 7-го международного конкурса имени Чайковского и участник Шереметьевских ассамблей Глеб Перязев и художественный руководитель филармонии, главный дирижер Белгородского академического русского оркестра Евгений Олешников. Здравствуйте, Глеб Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, подготовка в разгаре. Чем будете удивлять зрителей? В этом году состоятся три очень серьезных мощных концерта. Это концерт Белгородского академического русского оркестра и два концерта нашего симфонического оркестра. В концертах примут участие академический хор Белгородской государственной филармонии и солисты Белгородской государственной филармонии и приглашенные солисты. Рахманинов, великий наш композитор и в этом году вся страна, вся Россия празднует, да и весь мир празднует 150-летие этих прекрасных музыкантов, великолепных людей и друзей Рахманинова и Шаляпина. И, конечно же, в первую очередь в наших концертах будут выступать музыканты, певцы, которые поют басовые партии, те, которые исполнял Шаляпин, и, конечно же, русские песни. И, в частности, от 16-го числа, как раз в 19 часов, будет такой концерт, в котором будут звучать, с одной стороны, романсы Рахманинова, которые будут петь наши солистки замечательные Белгородской государственной филармонии. И второе отделение будет посвящено русской песне из репертуара Шаляпина. Русская песня, русский романс, который представит Глеб Перязев. Я приехал поздней ночью. И сегодня, открыв свои глаза, я увидел солнце. Как житель Петербурга, я хочу сказать, что это уже очень создало... Хорошее начало. Да, хорошее начало, прекрасное настроение. Хотелось бы сказать, что я очень счастлив, что мне доведется посотрудничать с таким прекрасным коллективом. И, в принципе, в этом году было большое количество мероприятий, посвященных этим юбилеям. Но для меня этот концерт будет особенным, потому что это концерт, в котором будут исполнены русские народные песни из репертуара Федора Шаляпина. Маленький секрет такой, что для меня практически все произведения будут дебютные. Я никогда это не пел. И когда я узнал об этом великолепном репертуаре, я, конечно же, согласился и долгое время готовился для этого концерта. И я уверен, что и мы получим большое наслаждение, и мы уверены, что публика будет счастлива и наполнена русским духом. Слушайте, ну это просто потрясающий дебют и для вас в каком-то плане. А вообще, вот как готовитесь, как выживаетесь в образ этого великого человека? Нет, ну в образ мы вообще не вживаемся, да, образ у нас у всех свой. Но для нас, безусловно, это великолепный пример для всех молодых певцов, потому что творчество Федора Шаляпина – это невероятный синтез не только голосового, но и в первую очередь актерского начала. И вот очень важно проработать, понять, о чем эти песни. Потому что мы их все с детства знаем, для нас это знакомые слова, знакомые мотивы, но раскрыть это и понять, и чтобы публика в первую очередь услышала и поняла, о чем это, это в первую очередь важно. И я надеюсь, что у нас это все получится. С нетерпением будем ждать. Евгений Алексеевич, мы знаем, что также готовите акцию под названием «Рахманинов 150». Что это такое? Расскажите поподробнее. В рамках этой акции будут представлены и работы дизайнеров, которые были представлены на конкурсе. В частности, на нашей программке обозначены те работы, которые были представлены на конкурсе. Я думаю, что и публике будет интересно с ними познакомиться. Ну что ж, спасибо, что были в нашей студии. Будем с нетерпением ждать, Глеб, и вашего выхода на сцену, и вашего коллектива, Евгений Алексеевич. Ну, а я напомню, что Шереметьевские музыкальные ассамблеи открываются уже в этот четверг, 16 ноября.